Учебный год в школах Кохт-Лоярве начался с традиционных праздничных линеев. Но прошли они во многих школах необычно. Организаторы все-таки старались избежать большого скопления людей, чтобы минимизировать возможность передачи вирусов. Пока ученики были на летних каникулах, во многих школах проходили ремонтные работы. День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов и, конечно, родителей. Но традиционно больше всего этому празднику радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и первокурсников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. С началом учебного года учеников города поздравила мэр города Кохт-Лоярве Людмила Янченко. Закончилось лето, наступила школьная пора. Сегодня 1 сентября – День знаний. Сегодня во всех наших школах проходят торжественные линейки. Первоклассники впервые идут с большими букетами и бантами в школу. Это настоящий праздник, а для многих этот праздник, те, особенно, кто в первый раз идут в школу, это тот праздник, который запомнится на всю жизнь. Я поздравляю всех первоклассников, всех старшеклассников, всех учеников, всех учителей с началом рабочего учебного года, всех родителей. Я желаю всем терпения, успехов, здоровья. И мне кажется, что этот год должен быть немножечко легче, чем прошлый. Я желаю всем, чтобы не было дистанционного обучения, когда и у родителей, и у детей создаются проблемы, и у учителей создаются проблемы, когда нет прямого контакта и нет обратной связи реальной. Это затрудняет процесс обучения, и государственные экзамены, которые прошли в этом году, показали, что результаты по экзаменам по математике и по эстонскому языку были несколько хуже, чем в прошлом году. Это сказывается дистанционное обучение. И сегодня можно сказать, что в наших школах количество детей останется такое же, как было. 280 учеников идут в первый класс. Это приблизительно на уровне прошлого года. Еще раз желаю всем здоровья, счастья, успехов. А тем, кто заканчивает школу, я желаю искренне, чтобы они выбрали тот путь, который принесет им удачу и радость, потому что если человек выберет правильный путь и будет заниматься любимым делом, то он будет по-настоящему счастлив. Будьте счастливы, будьте здоровы и будьте успешны. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.